Дизайн, театр, музыка, айкидо, шахматы, плавание и урок счастья. Все эти дисциплины внесены в программу новой украинской школы свободных и неравнодушных. Руководство учебного заведения обещает, что уже после четвертого класса дети будут свободно говорить на английском, смогут легко плавать как минимум двумя стилями и ездить на двухколесном велосипеде. Но свою главную миссию они видят в воспитании свободомыслящего человека, которому будет небезразличен окружающий мир. Станет ли такое образование альтернативой государственному? Кому по карману обучение в частной школе? И кто будет учить детей нового поколения? Обо всем этом в проекте «Бизнес-план». О, добрый день. Школа свободных неравнодушных. Львов, заходите, не бойтесь, не пугайтесь. Школа – это не страшно, наши дети это знают. И вы сейчас в этом убедитесь. Знакомьтесь, это Олесь Пограничный. В прошлом он занимался маркетингом, пиаром и журналистикой. Олесь увлекается фотографией и альпинизмом. И сейчас является операционным директором школы. Здесь мы растим новых людей украинского общества. С другими установками. Вот на этой стене основные месседжи, которым мы их учим. Ответственность, отвага, неравнодушие, свобода, ум, настойчивость, креатив, доброта. Ребенок сразу попадает в эту атмосферу. Впервые свои двери школа открыла 1 сентября 2017-го. 80 первоклашек и еще столько же дошкольников уже ощутили на себе все прелести этой атмосферы. Дети на первых уроках сами придумали себе названия. И это их не обезличивает. Первый А, первый Б. Здесь они молнии. Да, они такие. Вжух. Происходит что-то. Они вжух. Разлетелись все. Вжух. Они слетелись. Они такие, очень быстрые. А еще есть мудрики, изобретатели, жемчужинки и победители. Учебное заведение работает с 8.15 до 19.00. Обязательные предметы, которые соответствуют всем государственным стандартам, проходят в первой половине дня. После них дети занимаются на различных кружках и секциях. А также закрепляют пройденный материал с тьютерами. И этот формат очень удобен для родителей, потому что родители, которые хотят развивать детей, вкладывают деньги, возят их по различным кружкам. А мы этот формат прямо на месте предложили. Им не нужно в течение дня забирать ребенка. Час ехать на один кружок, потом на другой. Это все в пределах школы. А это Ольга Гис, директор по учебной программе. Более 30 лет она проработала в Академии наук. Написала целую серию учебников по математике и знает, как сделать этот предмет интересным и увлекательным. Математику я буду лично по урокам ходить и проверять, чтобы она была на высоком уровне. Идея заключается в том, что первый класс мы сделали по математике как сказки, чтобы детей не вгонять в стресс с математикой, чтобы снять напряжение. Я всегда очень любила математику. И когда мне говорили, что математика это сухо, скучно и тяжело, мне было очень больно. Безусловно, такая модель обучения требует особых условий. Вы уже видели, что это креативное пространство. Вы знаете, что пространство так или иначе влияет и на сознание, и особенно на подсознание. Это первый огромный плюс этой школы. Второе, не менее значимое преимущество – индивидуальный подход к каждому ребенку. Наша цель – это поиск детских талантов. Не просто вычитать какие-то уроки, чтобы дети какие-то знания получили, а найти талант у каждого ребенка. Поэтому мы предлагаем пакет, где есть множество разных возможностей. Идея открыть такую школу принадлежит предпринимателю Юрку Назаруку. А реализовать ее удалось вместе с еще двумя партнерами по бизнесу – Андреем Худа и Дмитрием Герасимовым. Совладельцы холдинга «Эмоций Фест» уже с успехом заявили о себе, создав более 30 проектов. От ресторанов и пекарни до издательства книг собственного бренда одежды и даже оригинальной вишневой наливки. На этот раз предприниматели решили инвестировать средства в образование. И очевидно, что многие выезжают из страны. И вот когда ты понимаешь, что в принципе тебе здесь кайфово жить, что ты принимаешь решение, что здесь клево, здесь все тебе подходит. И когда ты начинаешь понимать, что есть какие-то вещи, которые должен делать сам. И очевидно, это касается физического продолжения твоего поколения. Это медицина и образование. То есть это то, что физически продолжает нашу жизнь и делает ее лучше. И хотя Юрко признается, что этот проект самый сложный из всего, что им доводилось запускать ранее, у партнеров на него далеко идущие планы. Когда мы начали говорить о школе в этом формате, о проекте свободных и неравнодушных, мы говорили о пяти школах во Львове и о ста школах в Украине. Причем всеми разработками и достижениями преподаватели этой школы открыто делятся со своими коллегами. Мне бы хотелось, чтобы все школы были крутые. То есть не так, чтобы там вот наша самая крутая и все. Нет, мне бы хотелось, чтобы просто мы внедрили что-то. И чтобы через год это внедрилось в государственных школах. За какой рекордный срок бизнесмены открыли школу свободных и неравнодушных? В какую сумму им обошелся этот образовательный проект? И когда они намерены вернуть вложенный капитал? Узнаете прямо сейчас. Сегодня обучение в частных школах в Украине не носит массовый характер. В первую очередь это связано с тем, что так называемая альтернативная школа – удовольствие достаточно дорогое. По данным Министерства образования Украины, на начало прошлого учебного года в стране функционировало от 180 до 200 частных школ, что составляет чуть более 1% от общего числа школ в Украине. Территориально, конечно, наибольшее количество школ находится в Киеве. Их около 60 в столице. Второе место занимает Одесса, где 25-26 частных школ. И дальше Харьков, Львов – там примерно одинаковое количество частных школ – около 15-20. В других городах Украины количество частных учебных заведений гораздо меньше. В среднем на один областной центр приходится 1-2 школы. Как правило, частная школа имеет лицензию Министерства образования и науки. Она выдает такой же аттестат государственного образца, как и все государственные школы. Ну, скажем, это Новопечерская школа, КМДШ, Лика Скул, Британика. Но есть учебные заведения, которые работают и без лицензии. Но в любой альтернативной школе, где учатся дети, они закреплены по дистанционной форме обучения. То есть раз в полгода в такую альтернативную школу приезжает инспектор, комиссия. Дети сдают определенные экзамены. И им засчитывается прохождение этого года обучения точно так же, как и всем детям в школах государственных или частных, которые имеют лицензию Министерства образования и науки. Стоимость обучения в частных школах зависит от многих факторов. Это зависит от того, имеет ли школа международную аккредитацию. Это такие школы, как Бритиш Скул, Печерский Интернешнл Скул, Киев Интернешнл Скул. То есть те, где детям выдается диплом IB, диплом международного образца. Стоимость обучения в таких школах достигает 25 тысяч долларов в год. Если же это частная школа, где выдается аттестат государственного образца, на стоимость обучения влияет инфраструктура, преподавательский состав, питание и пакет дополнительных услуг, которые получает ученик. Средняя стоимость обучения помесячно в Киеве в таких школах – 10-12 тысяч гривен. Но есть школы дороже, где стоимость обучения составляет 13-14 тысяч долларов в год. В регионах цены гораздо ниже – от 120 до 200 долларов в месяц. Среди преимуществ альтернативных школ эксперты выделяют. Первая – это та среда, в которой находятся дети, тот нетворкинг, который они имеют. Потому что по окончании школы у них будут друзья, связи там и так далее, которыми они пользуются всю жизнь. Вторая – безусловно, это и другие подходы к обучению. Это международные методики, это проектная работа, деятельностный подход к обучению. Настоящие деревья со скворечниками прямо посреди холла. Учительская со стеклянными стенами. Парты-трансформеры, которые легко становятся в круг. Эко-полы, интерактивные доски и мини-модель всей солнечной системы на потолке в столовой. Попадая в такое креативное пространство, с трудом веришь, что это школа. Урок в первом классе длится 35 минут, потому что у нас нет звонков, которые перебивают учителя, возможно, на самом важном. И ученика, да. Наш педагог ориентируется по часам. Если у них динамика хорошая, а уже 35 минут и пора заканчивать урок, ничего страшного, пусть еще 5 минут продолжается. Пусть они используют всю динамику и ресурс. Или наоборот, ну что-то не идет им сейчас. Ну не идет им математика, еще 20 минут мучиться. Не надо. Пойдите на улицу, погуляйте. Кстати, согласно одному из правил школы, треть времени дети должны проводить на свежем воздухе. Они гуляют при любой погоде два раза в день. Снег, дождик, они надевают резиновые сапожки, дождевики, идут гулять. Потому что прогулка – это то, чего не хватало в наших советских, постсоветских школах. Причем такие прогулки тоже являются частью обучения и даже поощряются руководством. Мы объявили конкурс, кто за один месяц из классов больше всего проведет уроков на улице. Ту учительницу мы прокатаем на самолете, а дети получат подарки от издательства «Старого лева». Прямо сейчас во внутреннем дворике школы у первого класса мудриков проходит урок математики. На предыдущих уроках математики у нас была тема «Время». И мы несколько дней собирали информацию о часах, научились понимать по часам. И сейчас дети работают в команде. Они на плакаты эту информацию наносят, рисуют, клеят. Это их творчество. И затем они будут представлять свои проекты. Навесы от солнца, настоящий индейский вигвам, оранжереи, где дети сами выращивают цветы. Даже зона для разведения костра. Здесь можно и математику, здесь можно и английский учить, здесь можно и читать, уроки чтения проводить. Кроме того, есть приспособления для спортивной активности. По словам директора, эта площадка, как и вся школа, не перестает обустраиваться и по сей день, ведь открыли ее всего за полтора месяца. Сама же идея создать такое учебное заведение родилась несколько лет назад. Но вот вопрос ее реализации остро стал в 2017-м, когда собственному сыну Юрка исполнилось пять лет. Я думаю, что на самом деле, я не говорю там о каких-то мировых рамках, но для Украины точно, это абсолютный рекорд. За полтора месяца с нуля создать школу и набрать детей. Достичь такого результата, признается предприниматель, ему помог опыт. Когда-то он работал в творческом объединении «Дзыга», а также был одним из основателей «Львовской газеты». И уже после этого мы основались с ребятами холдинг «Эмоций Фест». Это было 11 лет назад. Бизнесмен говорит, что каждый из проектов холдинга запускался в такие же кратчайшие сроки, поэтому школа стала очередным вызовом самим себе, только с гораздо большей ответственностью. На самом деле детей не отдали в школу, а отдали под наше доверие. А здесь уже сработала репутация. Мы, по сути, набрали детей двумя постами в Фейсбуке. То есть больше каких-то реклам по телевидению, по радио, в газетах и не было. 160 человек, 4 нулевых и 4 первых класса. Заявок от желающих стать свободными и неравнодушными было гораздо больше, но помещение школы диктовало свои условия. Основным критерием отбора учеников было совпадение ценностей школы с теми ценностями, в которых воспитывается ребенок. У меня четкое убеждение, что ты не можешь тестировать детей по каким-то умениям и знаниям. Ну, потому что они идут как раз за этим в школу. То есть они могут ничего не знать. И очевидно, это и есть причина, по которой они идут из обычной школы в частную. И их родители готовы платить за это дополнительные средства. Поэтому собеседования проводились не с детьми, а с их родителями. Мы смотрим на маму, мы смотрим на папу, мы смотрим, как они общаются друг с другом, как они общаются с ребенком, какие у них отношения в семье, потому что все-таки мы являемся местом семейным. Стоимость одного месяца обучения в первом классе составляет 170 долларов, в подготовительном – 130. Мы себе изначально поставили цель, что нам бы очень хотелось, чтобы мы были школой для среднего класса, то есть для людей, которые сами добиваются успеха, которые не имеют избыточных состояний, но которые имеют достаточно средств, чтобы заплатить за обучение и классную среду. А тем временем, пока шел набор детей, силы всей команды холдинга были брошены на ремонт и обустройство школы, помещение для которой арендовали на территории учебно-спортивной базы. Сняли всех строителей, подрядчиков, которые рестораны строили, какие-то другие объекты. Все бросили свои силы, и эти полтора месяца занимались только школой. Все. Даже большую часть мебели изготавливали сами, как, например, вот эти парты. И мы с помощью водяных труб и обычного щита попытались сделать парты, которые регулируются. Мы их так между совещаниями в офисе конструировали, и так и успели сделать. Кроме учебных классов, в школе есть помещения, выполняющие роль актового и спортивного зала, зоны отдыха с пуфами и столовая с отдельным кухонным блоком, так как в школе предусмотрено трехразовое питание. Наши консультанты по кухне, шеф-повары, это целая команда из 12 человек. У них была цель создать самую лучшую кухню, которая только может быть. Здесь не пароконвентоматы, богато ревневые, правильно? Огромные пароконвентоматы, многоуровневые пароконвентоматы, в которых можно одновременно готовить очень много еды, в которые можно целую свинью засунуть. Здесь достаточно сбалансированное питание. Меню у нас не повторяется 30 дней. Мы детей отучаем от хат-догов, гамбургеров и картошки фри. Общая сумма инвестиций в открытие школы вместе с обустройством столовой составила порядка 300 тысяч долларов. Кухню мы как холдинг и мультифест сдали в аренду, чтобы просто не нагружать сам проект дополнительными инвестициями. Основной нагрузкой на ежемесячные затраты является аренда помещения и зарплатный фонд. Но несмотря на то, что возврат инвестиций по прогнозам Юрка наступит только через 5 лет, партнеры рассматривают школу свободных и неравнодушных прежде всего как бизнес-проект, а значит рассчитывают на прибыль. Неважно, заберем ли мы эту прибыль, или реинвестируем в следующую школу, или в эту же. Но важно, чтобы это был фиксированный доход. Я в этом убежден. Если прибыль не фиксируется и нет заработка, то рано или поздно этот проект обречен. Ну и конечно, главное отличие школы от обычных – это методика преподавания. Если ребенку нравится учитель, повышается и его интерес к предмету. Поэтому задачей номер один для дирекции этого учебного заведения стал подбор персонала. И докторы наук идут, и известные художники хотят наших детей учить рисовать. Ну, например, шахматы мастер спорта чемпион Украины у нас преподает. Еще замдиректора института согласился историю у нас читать. Доктор наук, который очень зажигает детей слушать историю Украины. Поскольку множество занятий проходят в игровой форме, вся программа также адаптируется в соответствии с таким форматом. Яркий пример тому – уроки по дизайну. Идея наших занятий на дизайне – развивать творческое и дизайнерское мышление детей. Рисование, черчение, разработка эскизов и даже художественное конструирование объектов – все это, по словам педагога, развивает в детях эстетический вкус и чувство прекрасного. Но эстетическое воспитание не будет полным без уроков музыки. Поэтому им здесь уделяют достаточно внимания. Идея уроков музыки в этой школе заключается в том, чтобы дать детям возможность познакомиться с как можно большим количеством музыкальных инструментов. Так, например, у нас в сентябре приходил гость и показывал, как играть на колесной лире. Также к нам приходил гость, у которого есть коллекция всех народных украинских инструментов. И он показывал все эти инструменты. Своими успехами заслуженно может гордиться и тренер по шахматам. За его плечами более 10 лет тренерской работы, а среди его учеников уже есть чемпионы Украины. И не исключено, что кто-то из этих малышей тоже в ближайшем будущем станет призером шахматных турниров. У нас уже есть результаты. Например, и года обучения еще не прошло. Всего месяцев 6-7 занимаемся, а пару мальчиков и девочек уже выполнили четвертый разряд. Вот завтра ввиду наших трех первоклассников соревноваться в школьной лиге. Это будет соревнование между всеми школами Львова, где будут представлены 100 школ, и наша в том числе. Развивать логику и нестандартное мышление учат не только на уроках шахмат. Ольга, директор по учебной части, разработала целый курс с множеством задач и головоломок. У нас есть курс мышления «Планета рассуждений». Это первая книга. Их всего четыре. Этот курс сейчас, как вариативный, во многих школах Украины читают. Я начала внедрять такой предмет, как мышление, где мы развиваем левое и правое полушария. Для левого — логические задачи, а для правого — нестандартные головоломки, потому что правое полушарие генерирует идеи. Так, например, в учебниках по математике, над которыми педагог работала более шести лет, она не только изменила формат задач и адаптировала его под современные реалии, но и внесла такую важную тему, как деньги. Я обратила внимание на то, что, например, деньги учат с пяти лет во всех странах мира. Вот только у нас нет. Нет у государства денег, и темы «деньги» в книге тоже нет. И поэтому мы ввели. А нам уже очень легко учить, сколько денег не хватает, какая будет сдача, как разменять на более мелкие и как менять евро на доллары и так далее. А для того, чтобы детям было легче разобраться с этой темой, в школе даже открыли банк и дали возможность ученикам зарабатывать самостоятельно. Они могут зарабатывать, например, различными проектами, дополнительными заданиями. У них есть своя школьная классная валюта. Например, там «Солнышки» или «Мудрыки». Потом они приходят, и эту валюту меняют уже на фестики. Знаете, что корпорация ФС школу основала? Поэтому это фестики. Вот 20 фестиков. Это здесь Велития Малевича фотография, известные украинцы. И потом на школьной ярмарке ребята уже тратят деньги на сладости и развлечения. Умственные нагрузки в школе чередуются с физическими активностями танца, езда на велосипеде, плавание и айкидо. Но на этом уроке японского боевого искусства учителя называют не иначе, как «сенсей». Айкидо подходит для мальчиков и для девочек и развивает ловкость, подвижность и гибкость. Стараюсь каждого услышать, понять, увидеть, у кого какая потребность, что кому нужно. Потому что не каждый пришел сюда, чтобы научиться драться. Кому-то не хватает общения, кому-то не хватает уверенности, кому не хватает радости. Здесь дети могут поделиться этим. А вот такие уроки счастья проходят в форме игры. Это урок психологического развития детей. Поскольку очень много внимания уделяется сейчас физическому развитию ребенка и умственному, очень маленький акцент делается на эмоциональное развитие ребенка. Поэтому основная задача учителя – определить эмоциональное состояние ребенка. Утром они приходят и выбирают настроение, которое они сегодня чувствуют. С этого начинается наша работа – работа каждого учителя в классе. Потому что нам важно, если ребенок эмоционально пришел нестабильный, понять причину этого поведения и настроить ребенка на хороший день. Школа свободных и неравнодушных своим примером доказывает, что учеба может быть веселой, захватывающей и в удовольствие. Но для этого нужно уходить от устаревших методик преподавания и внедрять инновации во всех учебных заведениях страны. На самом деле этот запрос есть во всем мире. Мир меняется, и такая система образования не может удовлетворить потребности человека. То есть, когда ты выходишь из школы и вынужден приобретать какие-то знания, которым тебя не учили. И поскольку такой запрос есть, мы понимаем, что эти изменения нужны и хотим их ускорить. Именно с такой целью холдинг «Эмоций Фест» и общественный союз «Асвитория» организовали фестиваль образования во Львове учителя будущего. Миссия – это вдохновлять учителей на позитивные изменения ради детей, потому что дети – это наше будущее, будущее нашей страны, будущее мира. Но мы еще не говорим о каких-то фундаментальных изменениях на уровне всей страны. Мы пока работаем со срезом каких-то старых мировоззренческих вещей и переходим на новый этап. Программа фестиваля была насыщена вдохновляющими лекциями по философии образования, практическими мастерскими и презентациями образовательных проектов. А во время кофе-брейка учителя могли общаться со спикерами в неформальной обстановке. Сейчас, когда позади целый учебный год и отзывы о школе основываются на конкретных результатах и достижениях, желающих пополнить ряды мудриков, изобретателей и исследователей, стало еще больше. Для того, чтобы расширить набор, инвесторы арендуют еще один этаж этого же помещения. Но в то же время бизнесмены понимают, что этих мер будет недостаточно. У нас есть много детей, которые стоят в очереди на нулевой класс и на первый класс. Но есть одна вещь, которую я считаю, мы делаем плохо. Это то, что у нас только одна школа, и некоторые дети около 50 минут, 45, проводят в дороге в нашу школу. Если посчитать, то это довольно существенная часть их жизни, которую мы у них воруем. Поэтому сейчас партнеры озадачены поиском нового помещения для открытия второй школы в другой части Львова. И несмотря на то, что как бизнес школа свободных и неравнодушных имеет долгосрочные перспективы, этому проекту отведена особая роль. Я могу сказать, что это не по-бизнесовому, что полностью окупаемость наступит ровно через 10 лет или 11. Когда эти дети закончат школу, выйдут в мир. И это лучшая инвестиция, которую можно сделать в этой стране. Редактор субтитров А.Семкин